добрый день дорогие друзья хочу поделиться с вами сегодняшней новостью которую я нашел на просторах интернета и она меня несколько скажем так озадачила давайте посмотрим вместе итак московский комсомолец пишет что с сентября в ряде российских школ иностранные языки будут учить по-новому не в малых группах а целым классом как стало известно с будущего года в школах некоторых регионов отменили деление классов на небольшие группы на уроках иностранных языков и информатики и впредь эти предметы будут изучаться целым классом работать в классах деленных на группы по английскому языку и по информатике ну как бы вообще-то педагогически вполне оправданная история и много лет на своей памяти не помню чтобы вообще шла шел разговор о том чтобы эти предметы как минимум эти плюс еще и технология на самом деле где делили группы на мальчиков и девочек чтобы их преподавали полным классом ну в силу того что просто дети не смогут осваивать эти предметы в случае с информатикой просто техники нет для того чтобы сажать каждого ребенка за отдельный компьютер просто ну помещений таких нету чтобы можно было это соблюдая нормы санпина делать таким образом получается что школы приморья будут если на информатике то сажать соответственно за один компьютер двоих по английскому они будут учиться тоже полным классом ну то есть соответственно вопрос о качестве образования в этом случае начинает вставать ребром к уведомление о переходе с 1 сентября на такой режим работы получили школы городка лучегорска пожарского района приморского края после чего они начали обращаться с письмами губернатору и министру образования приморского края такой подход к обучению совершенно не соответствует стандартам в гос и приведет к значительному ухудшению качества занятий и образовательных результатов специфика преподавания иностранного языка в частности предполагает значительное количество индивидуальной работы с каждым учеником на учителя возложена обязанность выслушать такого ученика на каждом уроке по каждой теме а при проведении урока в полном классе на одного ребенка в среднем с учетом организационных моментов будет приходиться не более одной минуты очевидно что этого недостаточно говорится в обращении школа объясняет сложившиеся положение отсутствием денег на заработную плату учителей но количество обучающихся в школе и количество классов от этого зависит финансирование остается прежним поэтому нам непонятно почему на нас не хватает денег упрошают учителя то есть мы с вами опять сталкиваемся с вами с той самой пресловутой формулировка денег нет но вы держитесь то есть учите как хотите но на дополнительные ставки у нас денег нет в крае в приморском поэтому извините значит делить класса мы не будем и встает вопрос а на каком основании чиновники принимают такое решение ведь вроде бы все было как бы по закону ставки были их же не из потолка взяли и класс делился собственно по каким-то нормативам а оказывается нет друзья нет таких нормативов как выяснили и журналисты мк и как мы сейчас с вами вместе убедимся там как сообщили в министерстве разделение классов на подгруппы при изучении отдельных учебных предметов никакими нормативными документами не предусмотрено и и действительно вот если смотрим разные источники там консультации юристов и так далее вот сразу мы можем найти что в законодательстве норма отделения на группы сформирована на сегодняшний день только в виде рекомендации и упоминается на в распоряжении правительства российской федерации от 1996 года как утверждают вот в частности на этом ресурсе я пошел посмотрел соответственно это распоряжение да вот на системе гарант как мы видим она утратила силу то есть уже даже и это распоряжение в котором устанавливались вот эти нормы она сейчас не действует а что же действует да ничего не действует вот как говорят эксперты высшей школы экономики отвечая на подобный же вопрос они говорят о том что текущий новый порядок организации осуществления образовательной деятельности утвержден приказом министерства образования от 13 года номер 1015 то и там оговаривается только предельная наполняемость классов санпины при этом тоже не учитывает не указывают ни про какое деление классов на подгруппы таким образом деление классов на подгруппы при реализации основных общеобразовательных программ возможно в соответствии с образовательной программы утверждаем образовательной организации и конечно же при наличии необходимых финансовых ресурсов прецедент который сегодня складывается в приморском крае где как мы видим денег нет на дополнительные ставки учителей в общем он как бы мягко говоря намекает до намекает на то что сейчас любой регион у которого по каким-то причинам либо нет реально этих специалистов либо нет как бы денег на обеспечение заработной платы этих специалистов будут массово исключать деление классов на группы и соответственно работать на указанных предметов на иностранных языках на информатике с полными классами ну в общем что я могу сказать друзьям в принципе можно вычеркнуть эти предметы из учебного плана я так думаю следующим шагом ну просто потому что учить в этом режиме в котором предлагается это все равно что не учить жить становится лучше жить становится веселее что я еще могу сказать до встречи